Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я и ведущий Виталий Татьяков. Сегодня вопрос, который я ставлю на обсуждение, на мой взгляд является острым, актуальным, злободневным и проклятым. Звучит он следующим образом. Воспитание без наказания. Возможно ли такое? Я сразу заявлю свою позицию. Я исхожу из здравого смысла, традиции воспитания, которое продолжалось не веками, а тысячелетиями, в которых сочеталось и поощрение, и наказание. Даже со взрослыми людьми, если кто-то из нас занимает хоть какую-то мизерную командную позицию, понимают, что требуется одно и другое. Более того, это заложено в виде премий, допустим, штрафов даже в современных условиях, дипломов и каких-то поставить на вид, ну и так далее. А вот в педагогике тут опять пошли какие-то разговоры о том, что наказаний быть не должно. Я вообще не понимаю, как это может быть в принципе в реальной педагогической практике и семейной, и школьной. Но и более того, считаю опасным рассуждение, даже рассуждение на сей счет. Но, тем не менее, это идет. Такие разговоры ведутся. И вот, собственно, я прошу вас определиться вашими мыслями, рекомендациями, утверждениями на сей счет. Первый мой вопрос, он совсем простой. Все-таки кто-то из вас считает, что можно вообще без каких-либо наказаний заниматься воспитанием, ну и образованием предоставящего поколения? Или все-таки вы видите какую-то градацию, назовите там приемлемую долю наказания и максимальную долю поощрения, которое вы видите? Пожалуйста, значит, Ольга Владимировна, сейчас сжато ответьте, чтобы понять вашу позицию. Мне ваша позиция очень близка. Многое зависит от того, какой ребенок, какие родители. Какому-то можно объяснить, какому-то нельзя. Но такой инструмент, как возможность наказать детей для того, чтобы ребенок понял, что действительно нельзя, если он словами не понимает, я думаю, что это вполне возможно. И наше общество этому подтверждает. И не только то, что вы сказали, трудовой кодекс, но и уголовный кодекс, и административный кодекс. Все общество так построено. Есть определенные запреты. И если человек нарушает запрет, зная о нем, значит, следует наказание. Иначе мы не можем существовать как общество. Владимир Владимировна, я понимаю, что я вас всех подталкиваю к рискованным словам, но все-таки давайте я их произнесу. Вот по ощущениям более-менее понятно, что такое. Хотя вот кусок пирога сладкого, не знаю, там, кроссовки я тебе куплю, наимоднейшие. А вот наказание физическое, шлепок, не пощечины, а шлепок, ремень возьму. Или вот тоже, не пущу гулять, не дам за компьютером сидеть, не пойдешь на день рождения к Пете. Вот это, например, наказание или что-то? Да, да. Именно так. То есть вы это считаете? Я считаю, что наказания могут быть совершенно разными. Они не обязательно физические, но и физически допустимы, по моему мнению, если ответ на этот вопрос интересует. В зависимости от ситуации, опять же, от личности ребенка и всего прочего, и от уместности, которую избирает родитель. Так, Мария, от чего иного? Ну, мне кажется, что человечество давно выработало за тысячелетия. Была выработана формула, что культура – это система запретов. Вот если у ребенка не вырабатывается система запретов, то он вырастает в бескультурном, асоциальном, распущенном абсолютно, инфантильном до любого возраста, включая и так далее. Но вот то, что сейчас происходит, это происходит во всем мире, и это пытаются внедрить у нас, это не педагогические новации и не желание чье-то сделать оригинальную диссертацию. Все, к сожалению, намного хуже. Это общий тренд, он чисто политический, он глобальный. Идет некое истребление культуры, человека, переформатирование. И вот здесь очень важно убрать такую составляющую из жизни общества, как семья с ее способностью воспроизводства личности, ее воспитания и так далее. И для этого семью просто демонизируют. И происходят вот эти подмены, о которых сказала Ольга Владимировна, когда родителей тащат в суд за шлепок, или вот как буквально вчера в Финляндии, за то, что мать, кажется, ударила футболкой по попе своего ребенка, ребенка отдали в другую семью. Вот это вещи далеко не случайные и не диссертационные, увы. Да. Ольга Александровна. Ну давайте прежде всего договоримся, а что мы будем иметь в виду под наказанием. Да. Если под наказанием понимать меру воздействия, которая вызывает у ребенка состояние дискомфорта, причиняет ему боль, причиняет ему страдания, то я полагаю, что воспитание возможно без наказаний. Ну вот, например, ребенка не выпускают гулять, его наказали, он не идет гулять. Ну, конечно, в какой-то мере мы можем это принять, но мы же не можем его лишить возможности находиться на свежем воздухе. Или, например, ему не разрешают пойти на день рождения к товарищу. Но мы же не можем ему запретить ограничить его в общении со связью. А почему не можем? А почему не можем? Ну, насовсем-то мы не можем его... Нет, почему-то насовсем. Хорошо, ладно. Позиция поняла. Поэтому, да, позиция в том, что предоставлять ему обратную связь, ограничивать его активность в том, что не соответствует требованиям, не соответствует запретам, безусловно, важно, нужно и можно. Ну, хорошо. Так, Татьяна Леонидовна, да, пожалуйста. Во-первых, споры о воспитании, споры о психологии, педагогике человека. Они существуют всю историю человечества. Еще древнегреческие философы писали о том, что молодежь пошла не та, детей воспитывают неправильно, и вообще семья строится не по тем законам, по каким мы привыкли. Что касается воспитания, что касается наказания, наказание, как и поощрение, являются регуляторами поведения ребенка. И когда мы задаем ребенку определенную норму поведения, необходимо контролировать поведение ребенка, чтобы эта норма была присвоена ребенком. И для этого присвоения, естественно, используются вот такие вот регуляторы поощрения и наказания в разном возрасте, при разных индивидуальных особенностях ребенка. Эти поощрения и наказания разные, в зависимости от чувствительности детей и прочих входящих факторов. Но, тем не менее, ребенок, который эту норму усвоил, присвоил, чувствует себя компетентным, можно сказать, психологически безопасно. Он себя чувствует в обществе, он знает, как себя вести. Его этому научили. Поэтому, в общем... Приначале он не осознает, что его для этого учат. Да. Для этого родители и воспитатели объясняют ребенку содержание требований своих, содержание запретов. И вот это объяснение, оно, в общем, тоже используется как регулятор поведения ребенка. Дмитрий Георгиевна, у вас шанс сказать что-нибудь прямо противоположное всем. Ну, для меня вопрос стоит так. Является ли система наказания или поощрения кроугольным камнем в отношениях, которые строятся между взрослым и ребенком? И если так, то предполагается, да, что взрослый берет на себя регулирующие функции и сразу ставит себя в очень жесткую позицию иерархии по отношению к ребенку. Для меня вопрос стоит так. Так, возможно ли иные отношения между учителем и учениками, родителями и ребенком? Могут ли эти отношения строиться на сотрудничестве, на совместном движении к цели, на тех основаниях, что взрослый будет выступать как регулятор деятельности ребенка, но не с точки зрения силы и репрессии, а с точки зрения организации поведения ребенка. Потому что организовывать поведение ребенка намного сложнее, чем дать ему шлепок или подзатыльник. А все-таки вот в рамках сотрудничества вы допускаете какую-то меру наказания? Я допускаю взаимодействие двух живых людей. И в взаимодействии двух живых людей бывают разные ситуации. Бывает, что родители сердятся, да, я отлично это знаю по себе, как по маме. Бывает, что ребенок себя ведет так, что, ну, просто невозможно это вынести. Но вот в этом живом взаимодействии, да, если ты не берешь на себя функцию репрессора, жесткого репрессора, да, а стараешься все-таки выяснить, да, в чем причина, допустим, такого поведения, или отрефлексировать собственные ощущения, вот здесь начинается гораздо более конструктивная ситуация, на мой взгляд, чем ситуация встраивания жесткого, однозначного пути, пути наказания. Можно я задам конкретный вопрос? Если ребенок, маленький ребенок, трех-четырехлетний, вышел гулять с отцом или с матерью, там стройка, вот через сто метров, ребенок рвется во все стороны. Ну, это стройка, там ров, там какие-то лежат эти булыжники, арматура. Он говорит, не ходи в ту сторону, а тот, естественно, в эту, в ту и в ту пошел, и вновь в ту пошел. И вот зазевался родитель, родители тоже люди, зазевался. Он видит, что тот уже вот на краю этого рва стоит. Вот сейчас он раз и упадет туда. Он догоняет его, хватает резко за шапку, за воротник, вот, и шлепает. Я же говорил тебе, не ходи туда. Да, да. Вот это допустимо или недопустимо, на ваш взгляд? Это означает, что родитель испугался. Естественно, он пугается. Естественно... Не, можно и нельзя. Ну, я просто хочу понять. Ну, это нормальная человеческая реакция. Я могу допустить, что такое может произойти, в том числе со мной, с вами, с кем угодно. Но моя позиция в тех отношениях, которые я выстраиваю с ребенком, что этого следует максимально избежать. Почему? Потому что это прямое физическое насилие взрослого сильного человека над маленьким и слабым. Это физическое насилие. Скажите, пожалуйста, когда ребенок упадет туда, погибнет, ничего мы это... Это вот не будет... Его надо остановить, чтобы он туда не упал. Хорошо. Ну вот его и остановил. А у нас в следующий раз опять пойдет. Он должен когда-то понять, что ходить нельзя. Да, почему родители не организуют его досуг, почему нужно обязательно, чтобы он ходил по какой-то стройке, почему родители не предлагают альтернатив. Хорошо. А теперь вы раскроете свою позицию, применительно к страте этой проблемы. Как, собственно, реально, на ваш взгляд, педагогической, стоит ли вообще здесь что-то новое вводить, вот радикально новое. Пожалуйста, кто хочет... Ну, я могу как бы продолжить. Это действительно сейчас мейнстрим, в котором развивается вопрос о отношении к детям, к воспитанию, к семьям, к досмотру за семьями в мире и у нас. Это то самое, что называется ювенальная юстиция. Как бы мы нам ни говорили, что ювенальная юстиция – это про доброжелательное к детям мягкое правосудие. Нет, речь идёт о технологиях, в которых дети, оказывается, их воля, их желание, их предпочтение приоритетны по отношению к таким же родителям. То есть устанавливается неравенство, но не в сторону более опытного человека, родителя, взрослого человека, а в сторону ребёнка, которому надо всё позволять. Это очень странный... Или искусственное равенство. Ну, искусственное равенство, которое оборачивается неравенством. Родители оказываются в подавленном положении. И это совершенно противоестественная история развивается у нас на глазах. Развивается она, повторяю, совершенно не случайно, а потому что нужно подавить институт семьи. И не обращать на это внимания уже невозможно. Вот, например, в прошлом году были бурные дебаты вокруг закона о шлепках. Его сначала приняли, а потом под давлением общественности родительской отменили. И началась ещё большая кампания шельмования семей. Стали утверждать, что у нас в семьях вообще чуть не поголовно идёт насилие. Что в каждой третьей семье российской, а теперь уже говорят в двух третях, существует насилие над женщинами и над детьми. То есть выстраивается какой-то демонический миф о российской семье, который, конечно, не может... Ну, он не соответствует никак реальности, во-первых. Ребёнка объявляют страдающим в этой семье и забирают. Вот это всё то, с чем на самом деле общество уже столкнуло. Мария, но вы видите всё-таки какую-то реальную... То есть вот стоит ли сегодня обсуждать, не здесь, только вот в обществе, среди многих проблем, которые существуют в нашем частном обществе, вот эту проблему. Нужно ли наказание при воспитании? Ну, мне этот вопрос, кажется, вообще очень надуманным. То есть это чисто спекулятивная тема? Это, конечно, спекулятивная. Вот разные педагогические школы. Можно говорить больше о том, что с ребёнком нам надо устанавливать партнёрские отношения, дружба, а не сверх, верх и низ и так далее. Замечательно. Но речь-то идёт сейчас о другом, увы. Понятно. Тогда, пожалуйста, у кого ещё? Мне бы тоже хотелось добавить. Дело в том, что вот эти вот сработничества, ну, оно возможно в рамках воспитания, но без иерархии, без того, чтобы один родитель был доминантный в отношениях родителей и ребёнок, никакого ни воспитания невозможно, и даже больше отношений детей и родителей другими не бывают. Если вы их искусственно ставите в равное положение, стараетесь ставить себя вместе с ребёнком, свой авторитет как бы принижаете, это противоестественно. В глазах ребёнка вы всё равно родитель. Он ждёт от вас, что вы ему дадите понятие «хорошо», «плохо», «что можно», «что нельзя». И как вы выберетесь, какой способ, это другой разговор. Но когда вы отметаете иерархию, это очень большое заблуждение. Когда мы её не признаём, мы просто коверкаем собственные отношения с детьми. Мало того, мы наносим им страшный вред, потому что ребёнок, который не получил этих знаний, лишён родительского авторитета, он лишён дальнейшим других авторитетов в своей жизни. И а нам с Запада говорят о том, что давайте вы бросайте свои традиционные ценности, берите нашу модель. Вот с ребёнком надо в дружеских, паритетных отношениях. Но, извините, это не воспитание. Вы можете выстроить такие отношения, но тогда вы заранее должны расписаться в том, что вы не ответственны за судьбу своего ребёнка никак. Если вас это устраивает, как родителя, ну, это ваш, извините, грех. Если не устраивает, значит, вы тогда вынуждены выбирать те методы, которые вы считаете возможными для того, чтобы ребёнок понял то, что вы хотите ему сказать и усвоил, как правильно говорить, ту норму, которую необходимо усвоить. Так, хорошо, да, пожалуйста. Если позволите, да. Да, пожалуйста. Мне кажется, что мы немножечко ушли в сторону, потому что сотрудничество вовсе не означает, что нет человека авторитетного. Сотрудничество вовсе не означает равенство, как уравнение. Вы здесь говорили просто об отмене иерархии? Нет, нет, об этом не говорили. Иерархия в семье существует всегда, и это будет. Речь идёт просто о том, что сотрудничество предполагает уважение ребёнка, уважение его особенностей, индивидуальных, возрастных. Безусловно, предполагает ограничения, которые должны выстраиваться, потому что если ограничений нет, то ребёнок испытывает чувство тревоги, он не приспособлен к жизни. То есть этого никто не отрицает. Весь вопрос в том, какие конкретно методы и способы воздействия на ребёнка мы будем применять. Вот об этом идёт речь. А какие конкретно? Это очень важно. Я могу привести пример одного из исследований. И вот по поводу пола и гендера. Гендер же не означает тоже уравниловки. Гендер предполагает, что существуют свои специфические функции. У мамы и у папы свои гендерные роли. И роль матери и отца они разные. И каждый несёт свою очень важную психологическую нагрузку. Если в семье нет, например, папы и мама принимают функцию отца, то это неблагоприятно сказывается на развитии ребёнка. Что дальше? Вы очень по-русски воспринимаете это новомодное понятие. Это смысл ровно обратно. Нет, нет, нет. Отец – это как раз носитель тех требований, ограничений. Но мать является собой человеком, который принимает ребёнка, поддерживает ребёнка, готова его поддержать даже тогда, когда он провинился, тогда, когда он испытывает чувство стыда. Вот, кстати, было интересное исследование. Спрашивали подростков, правда, немаленьких детей трёхлетних, о том, вот вас наказывают, да, наказывают. Как вы считаете, родители вас справедливо наказывают? И удивительно, но подростки отвечают в большинстве своём. Да, справедливо, да, мы провинились, они правы. Просто эти подростки умнее, чем, извините, чем текло даётся. Дальше спрашивают их, ну вот хорошо, тебя наказывает отец и мать. И вот самый интересный ответ, на чём, про гендерные роли. Они говорят, отец наказывает правильно, так и надо. Отец есть отец, а про маму они говорят так. Я, конечно, провинился, но мама не должна была меня наказывать, потому что она мама. Если она меня наказывает, значит, она не любит. Поэтому даже вот в воспитании ребёнка я хотела подчеркнуть, гендерные роли у нас разные у отца и у матери. И вот самое замечательное наказание в примере со стройкой, конечно, вот эта хрестоматейная пощёчина Макаренко, всем известная. Когда он не сдержался и когда его действительно поступок, человека, которому он доверил, привёл в такое состояние аффекта, что он ударил, он ударил. И я вполне допускаю, что в случае на стройке да можно было шлёпнуть ребёнка. И это была совершенно искренняя реакция родителя на ту опасность, которой подвергался ребёнок. Он же его шлёпает не потому, что он не слушается, а потому что он боится за жизнь ребёнка и видит, что только таким способом можно его остановить. Но мне кажется, что более разумное наказание состояло бы в том, чтобы просто ребёнка увезти, а передать им, ему надо объяснить. Вот есть границы. Через границы переходить нельзя. Если ты эти границы не соблюдаешь, ну, значит, ты сам решил, мы с тобой гулять больше туда не пойдём. Мы больше гулять сюда не пойдём. И вот это будет наказание. А куда пойдём-то? А другого места нет. Вы знаете, нельзя сравнивать ребёнка с подопытной крысой, которую шлепком можно адресировать и выработать у неё условный рефлекс. То есть ребёнок, как минимум, должен понять, а то опасность, которая ему грозит. Ну, понятно. Ему говорили. В возрасте, в котором ребёнок ещё реагирует на жёсткость реакции родителя, а не на лекцию. Вот родитель сказал жёстким голосом «нельзя», и это одно. А он прочёл нотацию, и это другое. Ну, не шлёп, мужа? Ну, не шлёп, мужа. Тоже мне ужас какой. Что за ребёнком будет от того, что его шлёпали? К разговору о сотрудничестве и мировой тенденции воспитаний. Никто из родителей не хочет наказывать своих детей. Ты всегда хочешь быть добрым, ты хочешь быть милым, ты хочешь дружить со своим ребёнком. Но у тебя, как у родителей, такая роль, что ты должен ребёнку объяснить, как себя вести можно и как нельзя. И эти запреты и требования могут касаться безопасности ребёнка. В случае со стройкой, это просто безопасность для жизни. Они могут касаться какой-то социальной нормы, когда для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми, для того, чтобы с тобой дружили и общались, ты должен вести себя в каких-то рамках, в какой-то норме. И таких запретов, требований предъявляется ребёнку довольно много. И ребёнок, который не чувствует рядом с собой вот такого старшего мудрого товарища, роль которого выступает родитель, у которого можно спросить совета, с которым можно соотнести своё поведение, посмотреть на него и понять, правильно я себя веду или неправильно, этот ребёнок чувствует себя небезопасно, потому что ему нужна такая поддержка. И если родители не задают ребёнку эту норму, то, к сожалению, общество может научить ребёнка теми способами, которые посчитают возможными или необходимыми. Если семья, если родители не дают ребёнку объяснений того, как можно и как нельзя себя вести в обществе, общество научит этого человека. И общество не будет иногда задумываться о психологической безопасности. А если говорить вот об этой мировой тенденции, да, вседозволенности, что ребёнку... По одному, по одному, да, это... О том, что ребёнку ничего нельзя запрещать, да, возможно, это к разговору о глобализации общей, о стирании границ, ведь в разных культурах очень разные традиции воспитания, да. Допустим, в скандинавских странах не принято до определённого возраста ребёнку ничего запрещать. Люди радуются, когда ребёнок ведёт себя непосредственно. В одной из скандинавских стран есть памятник ребёнку, который бьётся в истерике, потому что, когда он вырастает, есть очень жёсткая норма, есть очень жёсткие правила, которым этот человек следует. И родители ребёнка сами своим поведением ребёнку эту норму задают. Они до определённого возраста ничего не запрещают, но ребёнок смотрит на то, как ведут себя родители, и эту норму впитывает с молоком матери. Когда родителям кажется, что ребёнок достаточно созрел, они начинают объяснять какие-то вещи своему ребёнку. Когда современные родители, которые активно... А в чём мы должны прислушаться? В скандинавском, а не к африканским? Вот мне африканские больше нравятся. К африканским тоже прислушаются. Какое счастье для ребёнка? Проблема в том, что современные родители очень много информации могут получить с помощью интернета, средств массовой информации самых разных. И иногда не углубляясь в какие-то вещи, они просто берут вот то, что им понравилось. И начинают своего ребёнка без каких-то глубоких мыслей воспитывать вот по-модному, что называется. Не задумываясь о том, что сами мы своим поведением, с другой культурой, с другой историей воспитания задаём своим детям другую норму. Вы знаете, вот ваш пример с ребёнком, бьющимся в истерике. Я не знал, что где-то там в Скандинавии памятник даже есть. Всегда таких детей мы видели много. Всегда это осуждались родители, иногда прямо при них. Этот ребёнок считался невоспитанным, во-первых. Во-вторых, если не впрямую, то, уходя из этой семьи, осуждались. Что это за родители? Как они позволяют такое? До чего они доведут этого ребёнка? Конечно, это наша культура. Что потом с ним будет в жизни, с ним самим, с окружением, с которым он будет общаться. Это было общее. Я не знаю исключений, чтобы тот говорил, ох, как замечательно, в этой семье воспитывают детей, свобода, ну и так далее. Равенство и братцы. Ну вот столкнувшись с этим, я тоже удивилась. Это отлично от нашей культуры оказалось. Да, далее, Георгия Ивановна. Вот объясните, всё-таки по поводу этой солидарности или как сотрудничества, что вы имели конкретно в виду, в чём это проявляется, и объяснение вот этих причин. Такая дискуссия. Да, вновь-то вот не надо наказывать, ну и так далее. Да, я как раз и хотела к этому вопросу вернуться. Действительно, я хочу поддержать вот то, что Татьяна говорила о разных системах воспитания в разных культурах. И вот это вот заимствование, совершенно слепое копирование каких-то систем, я вот согласна, что это действительно может и негативно даже сказаться на ребёнке, просто потому что не учитываются культурные различия. Но мне кажется, что как раз ситуация с обсуждением, вот это наказывать, не наказывать, гуманная педагогика, там разные системы воспитания, это скорее следствие, и может быть даже симптом в каком-то смысле несколько иной проблемы. Проблемы, связанные с тем, что мы в нашей современной культуре и в той культуре, в которой будут потом развиваться и жить наши дети, да, оказались в ситуации очень большой неопределённости. И те системы, о которых очень правильно вы говорили, да, традиционно, вот у нас есть там отец, мать, воспитание, жёстко, всё, да, вот эта вся система, она терпит крах в тот момент, когда мы сталкиваемся с той реальной ситуацией множественности выборов, которые стоят перед нашими детьми. Почему терпит крах? Да, поясню на примере, да, для того, чтобы не быть голословным. Большая дискуссия тоже разворачивается вокруг школ, да, и как педагог должен по отношению к детям себя вести. И часто встает вопрос о неуважении детей по отношению к педагогу, да, и как же так, да, что должен делать педагог. Но если задаться вопросом, да, в чём корень, да, ну, помимо там, когда-то действительно это плохо воспитанные дети, ну, которые не приучены там уважать, да, какие-то. Но, но есть одна большая проблема. То, что предлагает педагог к ребёнку, да, не учитывает того мира, в котором этот ребёнок реально живёт и в котором будет жить дальше. То есть ситуация вот этой вот, когда у нас есть одно правильное, один запрет, одно наказание, вот эта вот линия, да, она не работает, когда у нас задача имеет несколько решений, когда нам предъявляется, даже нам, взрослым, в современном мире, нам предъявляется запрос на то, чтобы иметь много образований, хотя бы несколько, постоянно развиваться. Вы серьёзно считаете, что хороший педагог, хороший имею в виду, среднехороший, он глупее ребёнка и не понимает, что в жизни есть альтернатива, выбор, что можно направо пойдёшь, налево пойдёшь. Что он ему прочерчивает путь от начала до конца? Дело не в этом. Дело в том, что, в том, как построена вся система. Я в 60-е годы в школе учился, в 60-е годы. У меня таких дураков учителей не было. Я просто... Даже уж такой фольклорный персонаж, выен рук, и тот альтернатива. Он в грубой форме рассказывал тебе об альтернативных. Что будет с тобой, когда направо пойдёшь, под гранату попадёшь и налево пойдёшь. И где вы таких учителей нашли? Хорошо. Нет. Учителя могут быть хорошие, плохие, хорошие учителя. Среднестатистические. Всякие разные учителя бывают. Мы говорим не о конкретных учителях, которые в данном. Мы говорим о том, как работает система, которая заставляет ребёнка идти очень жёстким, вот таким вот направленным путём. Но, допустим, в школе существует запрет на пользование интернетом во время подготовки домашнего задания. Что только не делает учителя, какие только наказания. Сами учителя подвергаются наказанию. Если вдруг ребёнок во время экзамена списал из интернета. С точки зрения ребёнка, среднестатистического ребёнка, это абсурд. Потому что каждый день каждый человек пользуется интернетом для решения своих рабочих задач. Понятно, да. Но этот пример чем хороший? Я вас перебью, я слежу за временем. Я всё-таки хочу выйти на тему принципиальной различия между вами. Понятное. Я хочу понять, как без запретов можно воспитывать. Вот мой отец, который разрешал мне многое, когда мы были без матери, прыгать с обрыва в реку и так далее. Тем не менее, он вечером мне говорил, пока не сделаешь уроки, спать не ляжешь. И я уверен, что в частности благодаря этому я получал только пятёрки в школе, только пятёрки в УЗИ. И вот приобрёл всё то, что спасибо моему отцу за это. Но это же нарушение моих прав ребёнка. Он до слёз меня доводил. Я потом к этому привык, я уже там, ну и так далее. Я не могу бросить ни в этот педагогический приём, хотя он на сплошном запрете построен, ни в своего отца, а за то, что он так делал. Более того, я ему благодарен. А как? Вот как без этого наказания... А никак. Ну никак, никак. Воспитать. То есть мы все пришли к одному выводу, что запреты необходимы. Это однозначно. То есть здесь у нас никаких других мнений не означает. Наказание. Запреты необходимы. Запреты необходимы. Как вы организовываете запреты? Воспитание без наказания. Без наказания. Запреты, слава богу. Некоторые и запреты сейчас говорят не нужны, но это наказание. Наказание как мировоззрительное. Ребёнок... Дети всегда нарушают запреты. Есть замечательное... Хотя пусть они не знают, что это запрещено. Наказание, которое называется... Наказание естественными последствиями. Если ты что-то сломал, что-то сделал не так, нанёс кому-то вред, будь добр, взять в руки тряпку, убрать, помочь, восполнить тот ущерб, который ты нанёс. Вот это самое лучшее наказание. Потому что оно ориентирует человека... А он говорит, да плевал, я и не хочу ничего делать. А ещё узнаете, что сейчас... А я вам отвечаю. Падно, да, да. Если он в три года пришёл, по луже прыгал, весь комбинзон у него грязный, и ему родители говорят, нет, поиграл очень хорошо. Посмотри, как это грязно. Надо постирать, надо помыть. Ну-ка в руки бери губку, давай отстирывай. Вот это будет наказание. В трёхлетнем возрасте. А почему? А почему нет? И так давно... Хорошо, но вы выводите дискуссию в другую сторону. Вот и вот 14... Одну секунду. Вы ему говорите, так делать нельзя. Он вам говорит, да пошла ты, мне плевать на всё. Если до 14 лет у него не было практики того, что так делать нельзя, то, конечно, он вас, извините, куда-то пошёл. Можно я выскажусь, опять же, продвигаясь вперёд, сейчас скоро мы будем заканчивать. Судя по всему, действительно, концептуальное. Если трёхлетний ребёнок пришёл грязный, по моим представлениям, жизненному опыту, его нужно раздеть, переодеть в чистое, накормить и дать ему возможность играть. И без всяких упрёков мать должна сама выстрелить этот комбинезон, а не говорить, ну-ка ты со мной постирай. Абсолютно точно. И понимать, какое наслаждение ребёнку. Семи там... Придеть по лужам. Это же удовольствие. Семи-восьмилетние, это там другое дело. Удовольствие. Но не заставлять его стирать, а сказать... Он сам не будет стирать. Он будет стоять рядом с мамой и будет ей помогать. И вы считаете, что это универсальный рецепт? И будет бояться потом подойти к луже. Да не будет он бояться. Будет. Хорошо. Да. Я предполагал, что мы не найдём общего языка. Тут действительно какое-то вот... Я бы так сказал, цивилизационное столкновение точек зрения, мнений. И... Я итог подводить не буду. Сейчас я вам дам высказаться ещё по разу. Я просто хочу сказать, с какой стороны я не смотрю на эти нововведения. Всё меня не удовлетворяет. Вот на основе моего жизненного опыта, знания, некой начитанности и много-много другого. Вот рассуждать, что есть скандинавская модель педагогики, я говорю, а почему не африканская? А зачем нам? Что африканская, что скандинавская? У нас гигантская страна. Во-первых, нам нужна русская, российская. У нас есть... Хотите кавказский вариант применить? Почему вы сейчас тащите какую-то скандинавскую, латиноамериканскую? У нас, по-моему, своего разнообразия... Хотите, давайте якутскую изучим систему воспитания и попытаемся вспомнить? Может, она самая логичная? Я в данном случае говорю о том, что с какого края я не посмотрю на такие предложения, я не вижу ничего, кроме либо глупости, невежества, либо какого-то специально продуманного хода, о котором я даже не хочу думать, что эти люди специально задумали вот уничтожить нормальную систему воспитания, сложившуюся тысячелетиями и камерами, с помощью которой, слава богу, и мы, в частности, здесь сидим, существуем, и вроде бы не самые безуспешные люди. Ну, я говорю, это концептуальное несходство, и тут ничего не сделаешь. Это действительно, считаю, что публичное наказание в виде порки розгами, вот среди того, что я сейчас вижу, вот этого анархизма, в том числе и безответственности молодых поколений, которым к этому приучают, это вполне нормальная была бы социальная мера. Я так считаю. Это моя позиция. Но тот, кто выступает против любого насильственного казания, тем более публичного, что ущемляет честь, гордость, там это, естественно, мы с ним никогда не сойдемся. Ну, теперь, пожалуйста, выскажешь с каждой в финале передачи еще раз главная тема воспитания без наказания. Возможно ли это наказание? Наказание не ограничения, не табу, не запреты, а когда сквозь запреты, и вот что делать тогда? Ну и, пожалуйста, любые ваши на сей счет мысли. Ну, просто вы еще не затрагивали такую тему, как последовательность действия в отношении ребенка взрослым. И вот ваш пример, допустим, с университетом, да, и студентами, он отлично показывает как раз то, что вы, находясь в рамках определенной системы, уже действовали последовательно, и студенты, зная правила игры, условно говоря, в этом университете, они реагировали адекватно. То же самое в вашем примере с вашим отцом. Он последовательно проводил свою линию. А вот когда родитель, например, бьет ребенка или кричит на него за то, что тот бьет и кричит на площадке детской, да, классический пример, не ори на меня. Вот. То есть вот этот момент, да, он расшатывает как раз те ориентировки, которые у ребенка могут сложиться, если родитель ведет себя последовательно. И если мы ведем себя агрессивно по отношению к ребенку, если мы ведем себя репрессивно по отношению к ребенку, и потом за это же наказываем его, когда он проявляет те же самые качества в детской среде или по отношению к кому-то, к брату, сестре, например, младшему, вот здесь, да, начинается конфликт, который потом вырастает в неуважении ребенка по отношению к старшему, потому что он видит двойное послание по отношению к себе. Вот. Мне кажется, это тоже, ну, важно иметь в виду. Понятно, да. На мой взгляд, воспитание без наказания невозможно, потому что необходимо задавать норму ребенку во взаимодействии с ним, но это наказание должно соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, возрастным особенностям ребенка, и оно просто должно работать, это наказание. Если ребенок его не воспринимает, значит, оно не действует, недействительно. И выбирать это наказание, выбирать вообще модель взаимодействия с ребенком Волен родитель. Волен родитель. Это ключевые слова. Что касается психологической этики, допустим, психолог имеет право вмешиваться в семью до тех пор, пока родитель не приходит с запросом к психологу, пока ребёнок маленький. Ребёнок в подростковом возрасте способен сам задать вопрос психологу. Но, опять же, психолог не должен, не имеет права вмешиваться внутри семейное взаимодействие, давать какие-то советы, конкретные какие-то задавать модели. Не имеем мы права. Имеем право отвечать на вопросы, которые у родителей возникают. И давать спектр моделей, спектр, варианты какие-то, которые возможны в этой ситуации. И, конечно, главное, что взаимодействие родителя и ребёнка должно быть, это любовь, взаимопонимание и доверие со стороны ребёнка по отношению к родителям, из которого рождается, собственно, вот это взаимодействие, взаимное доверие впоследствии. Уважение к ребёнку и уважение к родителям. Ну, вы так хорошо, вашими бы устами. Да, пожалуйста. Мне кажется, что воспитание ребёнка должно начинаться буквально с первых дней жизни. И в этом воспитании есть место и запретам, и требованиям, и ограничениям. И, естественно, что каждый родитель учитывает те особенности, индивидуальные и возрастные, и традиции семьи, и традиции культуры. Это его право, это было, это есть, и это будет. Это совершенно для меня безусловно. Но я хотела бы обратить внимание, вот на какую вещь. Вот есть требования и запреты. Запреты, как правило, это ограничения, что делать категорически нельзя. И хорошо известно, что без запретов воспитать невозможно. Но есть и требования. А требования определяют то, что желательно делать, то, что желательно обществу, желательно родителям. И вот очень важно, чтобы требования воспитания ребёнка преобладали. И за требованиями будут стоять поощрения. Поэтому наказания нужны, но важно, чтобы поощрений было больше. А поощрение – это не пустая похвала, ты самый лучший, самый красивый и самый умный. А это вознаграждение за те требования, которые выполняет ребёнок. И именно ориентация на требования делает ответственного и автономного, как мы говорим, самостоятельную личность. Вот это очень важно. И буквально вот два слова. Да, родители действительно некоторые берут сегодня на вооружение совершенно необоснованную идею о том, что вот можно вообще не вводить никаких ограничений в воспитании ребёнка. Но посмотрите, что это за родители. Это родители, которые часто сами либо не готовы взять и принять на себя ответственность, либо второй вариант. И вот как раз я хотела бы возразить коллегам, почему всё-таки нужно не в приказном порядке родителям оказывать помощь. Ведь сегодня интернет – это, простите, огромный такой резервуар информации и очень много информации недостоверной и вредной. И поэтому сегодня молодые родители очень часто обращаются именно туда. И что-то надо делать с тем, чтобы всё-таки они могли пользоваться квалифицированными советами и квалифицированной информацией. Потому что одна из проблем воспитания современного именно в этом. Ну, я безусловно считаю, что без наказания, оно может быть в разных формах, разной степени строгости, воспитать ребёнка невозможно. И об этом говорит вся наша традиция, давшая, скажем, не худые всходы в течение столетий и так далее. Культура российская – это тот очевидный результат, который был достигнут, вот в частности, воспитанием в семьях и в целом в обществе. Когда нам сейчас, каждый раз, когда говорится о том, что нельзя наступать на традиции, на традиционные представления и так далее, говорят, что это мракобесие, в ответ можно сказать только одно, что у нас сейчас возобладало в умах и навязывается некая новая форма глобалистического мракобесия. Вот мракобесием является то, что нам пытаются навязать то скандинавские способы педагогики, то ещё какие-нибудь, то вообще говорят, что ребёнок должен до скончания века оставаться свободным, ни в чём не ограниченным. И это и есть якобы развитие личности. Личность не может развиваться, если она не будет напарываться на какие-то препятствия, которые она учится преодолевать в детстве с помощью родителей и в том числе с помощью каких-то ограничений и наказаний. Поэтому хотелось бы, чтобы нас оставили в покое. В частности, отдельные семьи оставили в покое. Родители имеют право выбирать свою воспитательную линию, и пока они не перешли грань, когда они не наносят вред здоровью ребёнка, то не надо лезть в семью, потому что иначе просто напортачат. Да, пожалуйста. Ну я, разумеется, уже выражала свою точку зрения по поводу наказания. Я считаю, что они допустимы. Каждый родитель самостоятельно избирает и способ воспитания, и те меры наказания, которые в данном конкретном случае, по его разумению, применимы. И это его личное право. Никто не может на это его право воспитывать ребёнка. Никто не может на это право посягать. И хочу сказать, что в основе лежит родительская любовь. И все вот эти вот причитания о том, что «ах, больно, ах, насилие», да это всё оправдывается родительской любовью, потому что родитель это делает ради ребёнка. Не ради того, чтобы сорвать своё зло. Я вижу, как вы тут морщитесь. Ещё там что-то сделать, ему такое страшное. Всё бывает. Я говорю о воспитании. Когда речь идёт о воспитании, то в основе лежит именно родительская любовь. Собственно говоря, которая и даёт родителям право так поступать со своим ребёнком. И никто не смеет на это право наступать. Потому что как там на Западе строят отношения со своими детьми, мы знаем. Какие всходы от этого воспитания, мы тоже прекрасно знаем. И далеко это не то общество, я считаю, на которое мы должны равняться. В плане нравственном. Поэтому я абсолютно уверена, что это действительно цивилизационное столкновение. И нам просто необходимо идти своим собственным путём, осознать, что мы самодостаточная нация. И у нас есть свои ресурсы для того, чтобы нормально воспитать своих детей. Спасибо большое за участие в этом разговоре. Крайне важным. Я в конце только хочу ещё три кратко вещи сказать. Первое. Не помню, у кого из великих писателей, но не у одного, но кто-то определённо этот тезис сформулировал. Он сказал так, что залог творческой гениальности – это несчастное детство. Второе, что я хочу сказать, это чтобы те, кто выступает за вмешательство под всякими предлогами в жизнь семьи, они оценили примитивно к себе в свой детство. А вот не является главным наказанием для ребёнка, когда его изымают из его семьи, даже при не очень хороших родителях, и переносят в какую-то другую семью. Вот просто представьте, что вас взяли в детстве, переместили, как бы вы это воспринили тогда, да и сейчас. И третье, я как-то в одной дискуссии телевизионной слышал такое заявление, что претензии к какой-то матери, которая плохо воспитывала своего ребёнка, из-за чего что-то произошло, говорит, что если она не может нанять сиделку, то есть нет средств, то пусть пойдёт к психологу. А вот богатые, обеспеченные родители, у которых много денег, и которые могут нанять много сиделок, бон и прочее, не являются ли они худшими родителями, и они свою задачу воспитания детей перекладывают, просто потому что у них много денег, на других посторонних людей. Это три тоже ситуации, о которых нужно подумать, можно подумать в развитии этого разговора. Вам большое спасибо, телезрители. До новых встреч в программе «Что делать?». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова